ну здесь все сделано для того чтобы не отвлекаться я даже это все мебель выбросил потому что все отвлекает там если какой-нибудь диван хочется лечь спать на него отдохнуть это вот а здесь нужно все время быть на взводе потому что это передний край атаки цветы всевозможные этот выставки недавно забрал сейчас новую выставку делаю эта работа так пятилетней давности сейчас конечно более абстрактные вещи есть более современные где-то менее понятны а здесь натурные на натурные вещи углич например все сделала снатуре мужской монастырь деревья здесь оттенки розового в снеге который все впитал и он такой фактурный здесь где-то и пальцами что-то пописал и общий ритм и другой стороны уже люди уже узнают по небольшому куску живописи зная фактуру хотя со временем конечно меняется где-то какие-то обогащаются вещи какие-то вещи я уже не использую немножко палитру красок меняю или так вот хорошо потрогать как вот ренуар говорят он гладкие картины писал он любил трогать но мне ну чё гладкие трогать трогать лучше вот такие шершавые и каждый раз делаешь она разная шершавость получается это вот такой летний лес который уже по моему переходит в осенний то это вот большая картина я делал из двух этюдов что-то тоже большие это город мышкин город мышкин да на берегу волги вот там мне кажется детесала такая вот улочка вверх идет там церковь достаточно не очень старый лет двести хотя здесь это такой дом красивый первый этаж голубой 2 желтый ну фактура конечно снег который вот он уже так расплавился практически но дело было в середине марта вот еще одно из любимых направлений и моей направлении живописи в истории живописи это обнаженная натура я как всегда если что-то переделают так делаю максимально абстрактный хотя конечно начинают делать тоже как-то вот похоже как классические живописцы вот но потом мне это не удовлетворяет если усиливая какие-то вещи какие-то ослабеваю вот здесь вот такое получилось мне как-то даже ощущение что чуть какой-то рубинсовская женщина рубинс не просто же делал больших женщин не для того что они ему там нравились и не нравились они очень лучше вписываются в холст своими параметрами вот потому что но в принципе если делать ну условно худую женщину нужно такой тонкий длинный холст как это как от столб выбирать ее вписывать и а здесь вот человек заходит начинает смотреть любоваться его взгляд туда ушел сюда-то провалился обошел вокруг руки вот каждый человек по-своему воспринимается кому кажется что это так вот идет рука кому-то и так ну здесь не разжеван ничего здесь вот как раз максимальная задача убрать все ненужное наносное и самый стержень искусства стержень живописи вытянуть и когда это удается ты счастлив хотя это работал пятилетней давности но вот я смотрю как сказать и вот в этой работе тогда шагу очень далеко вперед